Ну и пойдем же с нами вместе на рум-тур, который вы все хотели увидеть. В общем, мы сейчас находимся на первом этаже, и это our second living room. В общем, вот такое вот тут все. Скажем так, гигантское. Это наш... как же это называется? Fireplace, yes. И бассейн, и... как же это называется? Джакузи. Открывается все легко и просто. И мы идем на улицу, которая сейчас немножко под дождем. Вот такая вот улица в Америке. Смежные такие домики, дворы. Второй вход запасной. А еще я белку вчера тут видела, кстати. Это upstairs to the patio. Так, закрываем мы все это дело. И это моя вторая ванная. Ну, то есть их две всего в доме, в квартире в доме. Это моя личная. А это мои покупки. В общем, я так быстро забегу, покажу, как это все выглядит. Вот так это все выглядит. Стеклянные такие дверьки. Такой вот душ. Это я. Это мой беспорядок. Я не хочу вас сильно показывать. Потом у нас здесь вторая кухня. Ну, типа бар, не бар, всякое такое. Это моечная машина, холодильник и холодильник для вина. С этой стороны у нас типа кабинет. И еще одно большее зеркало. Слушайте, тут так много дверей. Я, конечно, не заходила во все двери, потому что многие просто закрыты на самом деле. Как-то так. Я чувствую, что... О, кстати, время сейчас практически almost nine. I am. Многие двери, кстати, закрыты. Идем наверх. And what next? Что дальше? Наша вторая жилая комната. Такой домик в основном, мне кажется, стиль. Как бы правильно сказать, такой морской. Немножко стиль морской. Такой домик. Мне почему-то это нравится. Когда я посмотрела сериал, там был подобный домик. И этот домик чем-то напоминает тот, который был в фильме. Не знаю, интересно вам, не интересно. Но думаю, интересно посмотреть, как это все выглядит в Америке. Это все зеркала, зеркала, зеркала. И цвет такой стены интересный. Думала, это коричневый. На самом деле, это темно-темно-серый с зеркалами. Двери, часы и самая большая кухня. Ну-ка, здорово. Я не знаю, снимаю все подряд. Снимаю все, что вижу вокруг себя. А это ракушки, кстати, с океана. У меня есть парочку. С какой-то мой повезет. Все такое с дерева, все такое красивое. И на улице очень большая влажность, поэтому настроение что-то не очень у меня. Правда. Тут классно, конечно, завтракать, когда весна уже будет такая нормальная, там, ближе к маю. А пока сейчас холодно, мерзкая погода, и особо ничего так не хочется. Вот эта проезжая часть тут сразу въезд, ну, в такую, как сказать, улицу, да, в поворот в улицу. Птички. Рядом домики находятся. Очень-очень рядом. А там дальше проезжает часть, вот машины, видно, ездят. Это уже основное, как шоссе, не шоссе, как его назвать. И мы возвращаемся в дом. Что нам еще показать, рассказать? Осталось еще показать спальню. Хорошо, идем дальше. Следующая у нас вторая комната душевая. Была моя, а это именно душ вместе с ванной. Мне как-то нравится весь этот стиль. Это все выполнено. Вода реально течет кипяток. Ну, все, как я люблю. И точно такие же фонарики или вторики, как у меня дома. Я не знаю, может я сильно медленно снимаю или сильно быстро снимаю. Почему-то, когда я приехала, тут было, мне казалось, что мало зеркал. На самом деле, дома очень много зеркал. И система розеток здесь вот такая вот. А это включатели-выключатели на освещение. То есть, нужно ярко срегулировать. Ручки обычные. Так, и мне определенно нравится цвет этих стен. Первая спальня выглядит таким вот образом. И интересные у них плинтусы. Достаточно интересные. Комната небольшая, я бы сказала. Это находится за стеной гардеробной. То есть, комната-шкаф. Целая комната-шкаф. Они все такие. То есть, шкафов отдельно нет. Есть отдельные комнаты для вещей. Зеркало. А, нет, тут нет зеркала. Зеркало в шкафу в комнате. Ну, тут никто не спит. Мы идем дальше. Следующая за полу ворота. О, вот еще одни двери. Правда, они закрыты. Следующая вот эта вот комната. Интересный тут ковер, как трава. И еще одно зеркало. Я сначала думала, что дом похож на дачу. Но на самом деле, тут эти все вещи, оно так выглядит. Все как-то неряшено, неврежно. Но многие из них как-то так продуманные. И действительно, стиль какой-то прослеживается. Ну, не знаю, в этом не сильно разбираюсь. И розетки все внизу находятся. Вот, и еще, по-моему, один шкаф. Да. С вещами, но все как обычно, как у всех. Что Америка, что Украина, что Россия. Все тоже самое. Тут тоже никто не спит. Мне определенно нравится этот коврик. Такой веселый. Так. Идем дальше. Идем дальше по коридору. И это наша комната. Вот такая вот наша комната. Это я уже окошко открыла на проветривание. Вот такой вот непонятный стиль. Я не знаю, заметил кто-то или нет. Но не во всех комнатах есть центральное освещение на потолке. Есть вентиляция. Но освещение здесь за счет больших таких светильников. Вот так вот темный пол, светлые, белые, белоснежные плинтуса и серые стены. В общем, вот так вот это все выглядит. Вот эта дверь, вот эта дверь. И вот эта дверь не закрыта. Многие двери вообще тут в квартире закрыты. В квартире, в доме закрыты. Тут больше никаких прикроватных нет. Если тебе что-то надо зарядить, все это кладешь на пол. Мы пользуемся в основном вот этим светильником ночью, вечером. То есть расстояние достаточно большое. Ну, я так думаю, для меня, ну так, от кровати до стены. И стена вся, ну да, вся стена тут окрашенная. Здесь, ну, не знаю, метра полтора, наверное. Вот, я сплю с этой стороны. Это моя часть. Моя часть. Стала вам еще показать, рассказать. Я же записываю видео без вас. И вообще, в принципе, домик неплохой. Только, ну, если тут дверь, конечно, то много надо что переделать под себя. Потому что та же кухня. Вначале вообще не знали, что, где, как пользоваться. И оно все автоматически, все работает вообще. Как это называется, система «Умный дом». У меня есть приложение на телефоне. Но что-то я как-то не рискую управлять всей этой дорогущей техникой через приложение. Лучше мы, ну, с первого раза не получилось. Но со второго раза вот все прекрасно получилось. Все работало. Кровать, я хочу вам сказать, очень высокая. То есть, если я сижу, я еще не достаю до пола. И она как-то подпрыгивает. Надо что-то на нее залезть. Но она очень огромная, большая. Вот. Ну, конечно, тумбочек не хватает. И все, кажется, я все показала. And the end. Вот такой вот домик.